коллеги всем доброе утро даже уже день ровно 12 00 подскажите пожалуйста как меня слышно видно поставьте плюсики отлично да вижу что меня слышно и видно тогда давайте приступать для начала я хотела бы представиться меня зовут медведева ксения я представляю департамент по развитию туризма эмирата сельхайма и сегодня как раз мы очень подробно расскажем вам про наш эмират читаю уже знакомые имена очень приятно что вы с нами да вы до сих пор интересуетесь нашим эмиратом даже видела кое-кого кого встречали в начале двадцатого года и такое ощущение что как будто это было просто в прошлой жизни на наших завтраках но обещаю что мы в скором времени опять возобновим наши оффлайн встречи а сегодня я вам расскажу напомню самую основную информацию про наш эмират ну и конечно же про самые последние новинки потому что мы не стояли на месте и за это время мы конечно же очень активно развиваемся открыли новые активности и про самые последние открытия наших отелей я также вам расскажу да вижу что еще собирается как раз участники очень приятно и давайте тогда сразу же на несколько минут чтобы задать и тон и настроение я вас принесу наш солнечный эмират где сейчас уже час дня и 32 градуса тепла где солнце море самые высокие горы прекраснейшие пустыни давайте посмотрим небольшое наше видео а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok У нас получили вот такой вот сертификат качества Сейфгард Да, вы теперь можете все чаще и чаще Встречать такие значки У нас каждый отель, каждый ресторан И каждая активность Имеет подтверждение, что мы являемся Полностью безопасными И так же мы являемся первым Самым безопасным направлением в мире Что подтверждается Именно знаком качества И так же из-за информации До 31 марта у нас продолжается бесплатное ПЦР-тестирование. Если ваши туристы останавливаются в нашем Эмирате на две ночи и более, то они могут автоматически пройти и сделать ПЦР-тест. Иногда нашим туристам это тоже необходимо на вылет, так что такая опция у нас существует. Мы ее финансируем, и до 31 марта эта акция все еще действует. Ну и, конечно же, опять же, про систему безопасности. Мы полностью действуем протоколами, и все наши сотрудники регулярно проходят тестирование, ПЦР-тестирование, и, конечно же, мы соблюдаем дистанцию на территории общественных местах. Всегда рекомендуют носить маски. Вижу, да, вижу, что появляются вопросы. Я вам периодически буду отвечать, платное что именно. Наверное, про страховку, про тест, да, вы спрашиваете. ПЦР-тест до 31 марта каждый турист, который останавливается в Эмирате Расселихайма, может абсолютно бесплатно сделать. Так, ну и давайте тогда перейдем к более приятному, да, и я напомню про нашу культуру и искусство, и также, что у нас есть в нашем Эмирате. Давайте посмотрим небольшое видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, вижу, что поступило продолжение вопроса, что будет с ПЦР-тестированием после 31 марта. Мы будем информировать уже ближе к этой дате, так как, например, до этого мы эту акцию ввели осенью, и она была у нас до 31 декабря, и вот в конце декабря мы ее продлили до 31 марта. Пока мы не обладаем информацией, что именно дальше будет, но обязательно будем всем направлять более актуальную информацию уже в конце марта. И вопрос, да, по видео, по презентации обязательно мы всем направим по окончанию нашего вебинара. Я с удовольствием запрошу как раз у организаторов e-mail, и мы всем-всем-всем направим и наши презентации, и все наши видео, которые вы сможете полноценно использовать для работы с вашими туристами. Ну, а мы давайте вернемся к нашему культуре и искусству. История Эмирата Рассельхайма насчитывает более 7 тысяч лет. И вот как раз на этом слайде вы можете увидеть, что именно у нас располагается самая древнейшая мечеть в Арабских Эмиратах. В эту зону можно приехать, погулять, ознакомиться с ней. На слайде ниже как раз представлен наш национальный музей. Он базируется в бывшей резиденции шейха. Экспозиция действительно интереснейшая. И мы всегда рекомендуем отсюда отправиться с семьями, с детьми. Вход стоит всего лишь 5 дирхам. Это ориентировочно полтора доллара. Но экспозиция интересная, и сразу же можно будет ознакомиться с историей нашего Эмирата. Также у нас есть Аль-Джазера Аль-Хамбра. Это заброшенные деревни. Очень интересная локация. Для таких новостей мы регулярно стали проводить там различные мероприятия. Например, арт-выставки, арт-фестивали, когда ваши туристы могут приехать в нашу заброшенную деревню, а по всей деревне будут расставлены экспонаты, фотографии, картины. Ну а также мы проводим различного рода мероприятия, так как деревня состоит из домов на 5-10 человек, либо больших домов, да, вот такие вот башни у нас там стоят. И можно, например, для ваших частных мероприятий снять один-два дома и сделать там иммерсивное такое представление, либо полностью всю деревню. И мы неоднократно уже проводили достаточно большие фестивали, когда задействовали всю деревню, делали специальную подсветку, ставили сцену и устраивали иммерсивные представления. Конечно же, наш Дайо Форд, именно он является прототипом нашего логотипа. В эту зону можно также приехать, подняться всего лишь 200 ступенек вверх, и оттуда открывается прекраснейший панорамный вид. И наша жемчужная ферма. Она была открыта в 2019 году и достаточно стала популярной. Экскурсия очень интересная, так как ваши туристы отправляются на арабской лодке вдоль мангровых зарослей, наблюдают за нашими фламинго. Дальше их привозят на ферму, где подробно показывают и рассказывают, насколько сложен был данный промысел. Это абсолютно не секрет, что до Первой мировой войны вся экономика занимала именно ловли и продажи жемчуга экономикой Арабских Эмиратов. И труд был абсолютно сложный, так как дайверы ныряли с утра до ночи, с 8 до 7, без какого-либо еды или воды, а всего лишь такой вот защепкой на носу, как у этого парня представлено на картинке, и с веревкой на ноге с камнем. Труд действительно сложный, тяжелый. Эту ферму создали совсем недавно и теперь выращивают искусственный жемчуг. Поэтому ваши туристы также могут, например, поучаствовать, выбрать самостоятельно любую устрицу, которая росла в море от 2 до 5 лет, и при ней будет такой небольшой чудесный момент открытия этой устрицы и как раз нахождение этого сокровища жемчужины. Сейчас я вам покажу более подробное видео, как проходит эта экскурсия. Продолжение следует... 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 В позапрошлом году мы запустили вот такую вот круизную лодку «Мистик», которая курсирует вдоль берега, и можно также отправиться на прогулку, поплавать вдоль нашего берега. И, конечно же, наши мангровые заросли. Мы всегда рекомендуем всем туристам попробовать и покататься, отправиться на такое путешествие на каякинге. Ну, а также у нас есть авиационные возможности. Вот такие вот самолетики «Си Винкс», которые представлены ниже на слайде, которые стартуют и садятся на воду. Они базируются в районе отеля «Дабл Три Бай Хилтон» и «Отель Хилтон Гарден Инн». Самолеты поднимаются на высоту 600 метров, и, конечно же, это незабываемое путешествие, когда вы можете насладиться всей панорамой Эмирата. Также на этом самолетике вы можете отправиться в любой другой Эмират, либо организовать трансфер для ваших туристов. Там около 80 посадочных мест, поэтому очень удобно как раз брать его, например, для целой компании. И чуть выше, на слайде, как раз авиационный клуб. Такие вот небольшие самолетики тоже поднимаются на высоту 600 метров. Ваши туристы могут быть вторым пассажиром и полетать, насладиться панорамой нашего Эмирата. Либо, если у кого-то есть, например, права авиационные, то можно самостоятельно взять такой самолетик и отправиться в полет. Ну и, конечно же, мы переходим к нашей пустыне. Пустыня у нас необычайная, очень красивая, терракотового цвета. Пустыня располагается от любого отеля в районе 20 минутах. И здесь мы предлагаем все возможные активности. Конечно же, можно отправиться в джип-сафари, покататься на верблюдах, понаблюдать за дикими животными. Также можно покататься по нашей пустыне, заняться конным спортом. И, например, в отеле The Ritz Carlton Alivadi можно посмотреть соколиное шоу, что достаточно тоже популярно в Арабских Эмиратах. Также в нашей пустыне располагается два бедуинских лагеря. И эту опцию можно прекрасно совместить как раз с джип-сафари, когда ваши туристы отправляются в прогулку по нашей пустыне. Причем учитывайте, что из-за того, что рядом с нашей пустыней находятся горы, ландшафт в пустыне очень интересный. И можно устроить прям действительно экстремальную такую прогулку, вождение по барханам, либо более плавную. Далее ваших туристов привозят в такой бедуинский лагерь. У нас их два – Басат и Виллэдж, и как раз Бедуин-Оазис. И там уже ваши туристы могут продолжить покататься как раз на верблюдах, разукрасить руками хенди, насладиться арабским шоу, поужинать и тем самым провести арабский вечер. Ну а из новинок, буквально совсем недавно, в нашей пустыне мы сделали такие лоджи. Глэмпинг – очень модное понятие, да, это комфортабельный лагерь. Так что те туристы, которых вы хотели бы удивить, кому необходим новый опыт, можно смело отправить в такие лоджи в нашей пустыне, чтобы они провели полноценную ночь под звездным небом и получили новый опыт. Ну а теперь мы перейдем к гольф-опциям. У нас прекраснейшие два поля, мы регулярно участвуем в европейских турнирах, и также у нас есть гольф-академия. Поэтому, предположим, если ваши туристы вдруг решили заняться чем-то новым, то смело рекомендуйте. Альхамра, гольф-клуб находится в зоне Альхамра, очень удобно, располагается как раз напротив отеля Вальдорф. И второй наш гольф-поле Тауэрлинкс, также очень комфортный, очень интересный. Если, например, опытные игроки, то также рекомендуйте наши поля. И переходим к самому интересному. То, чем мы отличаемся от других Эмиратов, это наши коры. Так, и, наверное, начну лучше с этой как раз картинки. Высота горы у нас практически 2000 метров, пик горы находится у нас, и температура воздуха в горах всегда отличается, она ниже. Про это мы очень любим рассказывать перед летним сезоном, так как у нас более мягкий климат, и температура воздуха отличается от других Эмиратов на 5-6 градусов. Поэтому вспоминайте, пожалуйста. Мы прекрасно понимаем, что сейчас ограниченное число открытых стран, и можно смело рекомендовать Эмират Рассельхайма, так же как полноценный летний отдых в летний период. Ну и что же есть в наших горах? Вот такие вот маршруты по нашим каньонам мы запустили год назад. Они действительно интереснейшие. Каждый маршрут сопровождает инструктор. Есть вот такие вот увлекательные, когда ваши туристы проходят препятствия, заныривают в озера. Вот есть более спокойные маршруты. Тут каждый турист может выбрать для себя оптимальный маршрут. Все больше и больше троп хайкингов мы открываем в наших горах. Всегда можно отправиться на более экстремальную прогулку, например, взять горный велосипед. И так же мы всегда готовы организовать любое мероприятие в наших горах на закате, на рассвете, частного порядка, либо если у вас будет группа, делать вот такие вот пикники с видом на горы. Ну а из самых последних новинок, наконец-таки осенью запустилась наша экстремальная академия имени Beer Grills. Действительно, это удивительный проект. Возможно, многие слышали, знают Beer Grills. Это англичанин. Он покорил, мне кажется, все вершины мира. И у него целая серия фильмов на Netflix, на National Geographic по выживанию в сложных ситуациях. Конечно, сплошной 20-й год для всего туризма было выживание в сложной ситуации. Но, тем не менее, по всему миру есть 20 таких академий. И это для тех туристов, кто хочет, опять же, получить новый увлекательный опыт, получить новые эмоции. И давайте сейчас я вам также покажу сразу видео и чуть более подробно расскажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я здесь, в Беер Грills Explorers' Кампе в Рас-Аль-Каймар, в доме на высоком уровне в УАЭ, Джебль-Джейс. Как вы видите, это очень длинный, очень холодный. Вы знаете, что это очень холодно. Вы знаете, что это для того, чтобы избежать. Помогите, ребята, что Беер всегда скажет, «Коражь и конец, и не забывай!» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и опять же из последних новинок буквально этой осенью мы открыли самый высокий ресторан в Арабских Эмиратах. Он располагается на высоте 1484 метра и так и называется 1484 байпура. Базируется он опять же в наших горах. Про панораму не буду даже рассказывать. Прекрасно все видно на фотографиях. Но заранее предупрежу, что наш ресторан становится все более и более популярным. Поэтому бронировать там столик нужно заблаговременно, так как действительно многие гости из соседних Эмиратов к нам приезжают специально, чтобы посетить его. Ну и переходим к активным как раз нашим развлечениям в горах. Буквально опять же совсем недавно мы открыли JSKMS. Это полоса препятствий на высоте 20-30 метров. В ней можно участвовать взрослый человек. Если я объясняю по-русски, то это что-то взрослого фанда-парк, где опять же вы можете пройти препятствия и таким образом испытать себя. Чуть позже будет видео, где будет более подробно как раз все это показано. Наш JSK Tour это 7 зиплайнов, натянутые канаты между нашими горами. И вот опять на слайде выше обозначен самый высокий подвесной мост в Арабских Эмиратах. Он также располагается в наших горах. Все данное развлечение займет где-то около полтора часа. Всегда с вами будет опытный инструктор, который полностью вас информирует, рассказывает, как лучше сгруппироваться, чтобы отправиться в полет и получить большее удовольствие. И вот такие вот 7 канатов, 7 зиплайнов как раз проходит участник. Ну и конечно же мы не устаем рассказывать про самый длинный зиплайн в мире. Мы по-прежнему на первом месте. Мы внесены в книгу рекордов Гиннесса. Его длина составляет 2830 метров. Скорость полета займет от 120 до 150 километров. И время в полете займет всего лишь 2 минуты. Соответственно, турист отправляется в полет в позиции Супермен. И чуть дальше я вам покажу как раз видео наших развлечений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, вижу, что опять поступают вопросы. Горы располагаются где-то около часа от любого отеля. Всегда также заблаговременно бронируете любую активность в наших горах. Чуть позже я как раз будет опубликована наши ресурсы, да, и на каком сайте как раз можно забронировать, либо через ваших туроператоров, в ваших DMC-компаниях, либо напрямую, так как каждый полет расписан по времени. И по стоимости, смотрите, опять же, да, Анжела, очень приятно, что вы здесь, мы вас прекрасно помним, очень приятно, что вы посещаете наши мероприятия. По стоимости зиплайн ориентировочно около 100 долларов. Но всегда, пожалуйста, проверяйте эту информацию у ваших туроператоров, так как есть абсолютно разные полеты, есть выходные, есть будни, есть дневной полет, либо, например, парный полет. Можно вдвоем полететь одновременно, либо на закате. Поэтому стоимость будет отличаться. Ну, а мы продолжим. Что же еще нового в нашем Эмирате? Мы активно развиваем нашу инфраструктуру и открываем такие променадные зоны, так как не секрет, действительно, ваши туристы каждый раз спрашивали, а куда же отправиться гулять за пределами, за пределы отеля. Вот такая вот променадная зона уже есть на острове Марджан-Айланд. Ваши туристы могут выйти за пределы отеля и уже гулять по променаду. Там как раз располагаются различные фудтраки, где можно перекусить, и достаточно интересные детские площадки. Также есть прогулочная зона Аль-Касим-Корниш с магазинами, с кафешечками, тоже можно сюда приехать и погулять в эту зону. И Monar Mall. Очень интересное, кстати, архитектурное решение такого променада. И я сама все больше и больше встречаю в Инстаграм именно наши вот эти вот новые фотографии. Очень любят туристы на фоне их фотографироваться. Ну, а также шоппинг. Он у нас есть. Шоппинг у нас достаточно интересный. Есть несколько торговых центров. По брендам в наших шоппингах представлены средние бренды. Это Zara, Enchantem, Mark & Spencer. Достаточно большой Mall, Monar Mall. Он находится в центре Расселихайма. Также в зоне Аль-Хамбра находится торговый центр Аль-Хамбра Mall. И вот совсем недавно открылся Groove Village с концептуальными магазинами, с различными кофейнями и кафе, куда также можно приехать, погулять и провести свободное время. Ну, и, конечно же, мы всегда рекомендуем насладиться атмосферой нашего Эмирата и отправиться, например, на арабский рынок. Либо насладиться национальной кухней. Ну, и про наши новые проекты. Мы активно развиваем наши горы, но также мы заботимся о тех, кто любит комфорт и любит проводить более спокойное время. Вот такие вот лоджи откроются на высоте 650 метров. Они будут полностью комфортабельные, со своими бассейнами. Также эти лоджи будут соединены каскадом бассейнов. Так что этот проект мы ожидаем в конце 2021 года, чтобы, опять же, вы удивляли туристов и они получали новый опыт. Ну, и, конечно же, наш Хаят Айланд. Честно признаемся, что пандемия вносит свои коррективы, и мы с нетерпением ждем открытия двух люксовых продуктов. Мы прекрасно знаем, что их ждет весь рынок. И на этом острове будет открыт отель Анантара. Вот как раз он находится в верхний левый угол мальдивского плана виллы с прямым выходом моря. И также чуть ниже будет располагаться отель Индерконтиненталь. Действительно, проект очень стильный, очень красивый. Это будут два продукта люксового уровня, и ожидаем мы уже открытия в 2022 году. Ну, и также напоминаем, что у нас есть наша академия Rack Travel Master. Вы все можете зарегистрироваться, пройти небольшой курс. Основную информацию вы уже знаете. Если вдруг вы что-то упустили, то можете еще раз повторить. И по окончанию прохождения этого курса вам выдается сертификат о том, что вы являетесь профессионалом в области Эмират Расслихайма. Ну, и, конечно же, наши ресурсы. Тут представлены контакты как раз моей коллеги Марины Олехичевой. Если вдруг какие-то возникают вопросы, вы всегда можете написать на ее e-mail. И также указаны все наши слайды, все наши сайты, которые были использованы в работе. Вот как раз jubeljays.com. Тут вы можете посмотреть актуальную информацию по стоимости любых активностей в наших горах. И если, например, ваши туристы захотят забронировать полет на зиплайн, то также это можно сделать через сайт. И также хотела бы акцентировать внимание на Инстаграм. Здесь указан визит Расслихайма наш международный Инстаграм. Но также есть визит Расслихайма нижнее подчеркивание рус. Я его прямо здесь зафиксирую. Можете смело подписываться. Это Инстаграм для русских наших агентов. И там мы публикуем более оперативно всю нашу новость. Как раз продлеваем мы тесты или что-то у нас открывается. Так что, пожалуйста, подписывайтесь и наблюдайте уже за нашими новостями более оперативно через наш Инстаграм. Так вот, визит Расслихайма нижнее подчеркивание рус. И также давайте я напомню прямо пару слов, что наш Эмират Путяковый. У нас не так много отелей. Мы, конечно же, сейчас становимся более популярными, потому что туристы выбирают более спокойный отдых, где нет большого скопления туристов. Все наши отели, как правило, для полноценного семейного отдыха. И большая часть имеет концепцию «все включено». Ну а те туристы, которым важны какие-то новые эмоции, как раз активности и развлечения, то всегда вспоминайте про наши горы, так как можно совместить спокойный пляжный отдых с питанием «все включено» и с активностями в наших горах. Наш Эмират более демократичный, есть алкогольные магазины, нет запорядов по покупке алкоголя, и также можно с собой привозить из Duty Free. Так что про это тоже напоминайте вашим туристам. Это самая основная информация про наш Эмират. Если вдруг какие-то есть вопросы, то я рада как раз на них ответить сейчас. Ну, возможно, вопросы появятся чуть позже. Я вам также ниже напишу мой прямой имейл, и вы всегда можете обращаться в любой момент по вопросу касаемо нашего Эмирата. Да, вот как раз я написала, ксения.собакарактеда.ком. На этот имейл вы можете обращаться в любой момент по любым вопросам, которые касаются нашего Эмирата. Кухня международная в ресторане 1484. Мои коллеги были, сказали, что очень вкусно, цены приемлемые, абсолютно нормальные для ресторана такого уровня, и, честно говоря, отличаются сильно в нижнюю сторону приемлемости, да, в отличие от других ресторанов, которые располагаются в соседних Эмиратах. Это по секрету мне сказали мои коллеги как раз. Ну, тогда давайте на этом закончим. Большое спасибо за ваше внимание. И, конечно же, мы с нетерпением ждем вас и ваших туристов в нашем Эмирате. Если вдруг какие-то будут вопросы, то, пожалуйста, пишите на имейл. Мы всегда рады вас проконсультировать. Большое вам спасибо. 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 Спасибо.